Ударите мне полчаса вашего внимания, только полчаса, полчаса. Фаина Георгиевна Раневская родилась 15-го по старому стилю, 27-го по новому стилю августа 1896 года в городе Таганроге, в большом двухэтажном доме из красного кирпича на Николаевской 12, состоятельной еврейской семье. Отец Фельдман Гирша был старостой еврейской синагоги, владельцем фабрики сухих красок, нескольких домов, магазина и парохода Святой Николай. Мама – Фельдман Милка. Лет с 14 начинается увлечение Фаины театром. Первое посещение городского театра оставили в душе девочки-подростка неизгладимые впечатления. Но настоящее потрясение испытала она, когда побывала на спектакле «Вишневый сад» на сцене Московского художественного театра, где играли звезды тех лет. Кстати, псевдоним Раневская именно из этой пьесы. Отец снисходительно относился к увлечению дочери. Но когда вдруг Фаина объявила о желании стать профессиональной актрисой, это вызвало скандал и разрыв с семьей. В 1915 году Раневская уезжает из Таганрога в Москву. Раневская жила в маленькой комнатке на Большой Никитской. Именно в эти годы она знакомится с Цветаевой, Мандельштамом, Маяковским. Происходит ее первая встреча с Качаловым. Она боготворила Станиславского. Видела его близко только один раз, когда шла по Леонтьевскому переулку, а он ехал в пролетке. Она бежала за ним и кричала. Мальчик мой дорогой! И он стал смеяться, стал спинуть извозчику и посылал мне приветы и воздушные поцелуи. Начинала Раневская свой путь актрисы с участия в массовках на сцене провинциальных театров. Когда Фаина Георгиевна узнала, что должна будет участвовать в одном спектакле с Певцовым, она очень волнуясь и рабея подошла к нему и попросила дать совет. Что делать на сцене, если в роли нет ни одного слова? А ты крепко люби меня, и все, что со мной происходит, должно тебя волновать, тревожить. И она любила его так крепко, как он попросил. И когда спектакль был кончен, она громко плакала, мучаясь его судьбой, и никакие утешения подружек не могли ее успокоить. Тогда побежали к Певцову за советом. Добрый Певцов пришел в гримерную и спросил Раневскую, что с тобой? Я так любила! Я так любила вас весь вечер! Выдохнула она, рыдая. Милые барышни, вспомните меня потом. Она будет настоящей актрисой. Весной 1917 года вся семья Фельдмана эмигрировала. Фаина осталась одна в России. В Ростове Раневская знакомится с актрисой Павлой Леонтьевной Вольф, в лице которой она обретет надежного друга на всю жизнь. Ром предложил ей сняться в его фильме «Пышка». Ром снимал «Пышку» в немом варианте. Несмотря на это, Фаина Георгиевна достала подлинник Мапасановского рассказа и затвердила несколько фраз госпожи Луазо на языке оригинала. Когда в Советский Союз приехал Ромен Ролан, Горький решил развлечь его фильмом «Пышка». Дошли до эпизода, где госпожа Луазо бронит «Пышку». Ролан вдруг подпрыгнул на стуле от восторга. Раневская выразительно произнесла по-французски слово, близкое к слову «проститутка». Артикуляция актрисы дала возможность услышать то, чего был лишен экран. В 1934 году Раневская уходит в Театр Красной Армии. Ей была поручена главная роль в пьесе Горького Васа Железнова. Репетиции Васы начались в феврале 1936 года. Раневская – первая исполнительница Васы. Хорошо помню мои первые впечатления от пьесы. Я была потрясена силой горьковского гения. А сама Васа внушала мне и чувство сострадания, и ужас, и даже омерзение. Но, пожалуй, над всем переваливало сострадание. Роль эта принесла мне, актрисе, много страданий. И теперь, даже через два десятилетия, я испытываю жгучее чувство мучительного недовольства собой. Раневской присваивают звание заслуженной артистки РСФСР. И тут меня стал уговаривать Судаков, режиссер Малого театра, перейти к ним. Сначала я колебалась, но потом согласилась. Уходила со скандалом, отпускать не хотели. Как я узнала, старейшины Малого оказались категорически против моего прихода в труппу. И меня не приняли. Судаков об этом не сообщил, даже не позвонил. Из гостиницы ЦТК, где я жила, прежде меня выставили. Вернуться к Попову я не могла, гордость не позволяла. И я переехала на кухню к Павле Леонтьевне. Там мне устроили ночлег. Больше года я нигде не работала. Вы не знаете, что это был за год. Я почти ни с кем не говорила. Обида терзала меня. Продавала свои вещи, спустила все, что у меня было, но никуда не ходила, не жаловалась. Да и на что жаловаться? На то, что я оказалась ненужной театру. Михаил Ром пригласил Фаину Георгиевну Раневскую сниматься в фильме «Мечта» в 1940 году. Это была единственная главная роль Раневской в кино. Добрейший Михаил Ильич позвал меня сниматься в своем новом фильме «Мечта». Это были счастливые дни. За всю долгую жизнь я не испытывала такой радости ни в театре, ни в кино, как в пору нашей второй встречи с Михаилом Ильичем. Такого отношения к актеру, не побоюсь слова нежного, такого доброжелательного режиссера-педагога, я не знала, не встречала. Его советы, подсказки были точны, необходимы. Я навсегда сохранила благодарность Михаилу Ильичу за помощь, которую он оказал мне в работе над ролью пани Скороход в «Мечте». из-за радостью, когда я увидела этот прекрасный фильм на экране. «Пусти! Люди! Что же вы молчите? Ну посмотрите на него! Посмотрите на моего сына! Я ночей не спала! Я куска не тоедала! Ты мне не сын, негодяй! Ты домашний морг! В фильме «Подкидыш» фразу «Муля, не нервируй меня» придумала сама Раневская. «Муля, не нервируй меня». В Ташкенте Ахматова звала меня часто гулять. За мной бежали дети и хором кричали «Муля, не нервируй меня!» Это очень надоедало. Мешало мне слушать ее. К тому же я остро ненавидела роль, которая дала мне популярность. Я сказала об этом Анне Андреевне. Сжала руки под темной вуалью. «Это тоже мои мули», — ответила она. В 1945 году ее приглашают на роль Маргариты Львовны в фильме «Весна» с Любовью Орловой в главной роли. Я впервые снялась у Александрова только после войны, в весне. Была безумно благодарна им, что они меня взяли на те съемки, что шли в Праге. И тогда я впервые попала за границу, повидала семью, с которой не виделась почти 30 лет. Когда Александров пригласил ее сниматься в весне, то в сценарии Маргарите Львовне отводился один эпизод. Она подавала завтрак своей знаменитой племяннице. «Можете сделать себе роль», — сказал Александров. «Скорая помощь. Помощь скорая. Белая горячка. Горячка белая. Кто больной? Я больной, Маргарита Львович. Пардон, Лилия Маргаритович, выезжайте моментально». Этот текст придумала сама Фаэна Георгиевна. Раневскую в конце 40-х годов много снимают. Фильм «Золушка» относится к числу тех, о которых Фаэна Георгиевна говорила, что он принес ей настоящую ровность. И, конечно же, и здесь не обошлось без импровизации. Как Евгений Львович относился к таким вольностям актрис? «О, он был очень доволен», — говорила Фаэна Георгиевна. «Хотя как никто другой бережно, даже болезненно бережно относился к каждой фразе, к каждому слову в сценарии. Там была еще такая сцена. Я готовлюсь к балу, примиряю разные перья. Это я сама придумала. Мне показалось очень характерным для мачехи жаловаться на судьбу и тут же смотреть в зеркало, прикладывая к голове различные перья, и любоваться собой. Но для действия мне не хватало текста. Евгений Львович посмотрел, что я насочиняла, хохотнул и поцеловал руку. С Богом! Театр Моссовета. Заседание худсовета. Идет обсуждение репертуара. Все чинно, неторопливо, по типу кремлевских сборищ. Завадский авторитетно молчит, давая высказываться другим. Строятся планы, выдвигаются предположения. Дипломатично, тщательно подбирая слова. Раневская действовала открыто. Она выражала. Все, что думала и чувств. Против нее почти всегда в кулуарах. Потому что боялись открытого выражения гнева, его ценности. И собирали какие-то собрания. Требовали покончить со свенцемом Раневской. А Завадский хотел казаться легкомысленным. Это иногда получалось, чаще нет. Нужно было гнать репертуар. Ставить что-то к октябрю, февралю, маю. Еще к каким-то месяцам, к съездам. Он взял шторм Бильбело-Церковского. Раневская дал эпизод. Боялся, что откажется. Взяла. На первую же репетицию принесла огромный талант. Все знали, Раневская переписывает роль от руки. Но тут было что-то другое. Она принесла десятки вариантов каждого кусочка. Чуть ли не каждой реплики своей роли. Завадский замер. Фаина, но драматург, что он скажет? Драматург прочитал, побагровел и стал так хохотать, что все испугались. Здесь ничего нельзя менять, сказала. Все оставить, как у Раневской. Контролюши на каждом спектакле пробирались из пайе в зал по ходу дела, сообщая любопытным, сколько времени осталось до сцены Раневской. «Введите арестованную!» – кричал за кулисы чекист. И по залу пробегало легкое движение. Разрастающийся шепоток. На сцену задом выпихивалось нечто огромное в полушубке с красными от мороза руками, негнущимися пальцами. И начиналось. Раневская перешла в театр Пушкина, бывший камерный театр. Надеялась, что стены Таировского театра помогут ей. Таирова уже не было. Главным режиссером был Туманов. В начале 60-х в театре имени Пушкина на репетиции ей сделали замечание. «Фаина Георгиевна, говорите четче, у вас как будто что-то во рту!» – напросились. «А вы разве не знаете, что у меня полон рот дерьма?» И вскоре ушла. Не любили меня режиссеры. Наверное, за инициативу. Я лезла со своими предложениями, решала сама все задачи. Лев Лосев показал пьесу «Дельнара» «Уступите место завтрашнему дню Анатолию Эфросу». Американская мелодрама не произвела на него особенного впечатления, но перспектива работы с Раневской и Плятом решила все. Эфрос дал пьесе новое название. Дальше – тишина. Раневская и Эфрос. Он понимал, с кем имеет дело, и боготворил ее. Она не знала и не собиралась принимать его на веру. Сказывалась разница в возрасте, в каком-то мучительном несоответствии, совершенного каждому в отдельности. И, сголодавшись по работе, она хотела сыграть в этой роли все без остатка – тоску, одиночество, отчаяния. До свидания. Куда ты? Майор, дорога. Куда ты? Да, я… На всякий случай, если мы почему-либо больше не встретимся, я хотел сказать вам, мисс Стэнтон, что я был просто счастлив с вами познакомиться. До свидания. До свидания. До свидания. Рассказывает Владимир Лакшин. Раневская просила меня присоветовать театром и советом какую-нибудь не слишком заигранную пьесу Островского, где нашлась бы и роль для нее. Я подумал, подумал и предложил комедию «Правда хорошо, а счастье лучше». На другой день Раневская позвонила мне в возбужденном состоянии. Дорогой мой, спасибо. Я ваша вечная должница. Нянька, это такая прелесть. В вершиной роли была последняя сцена. Прощальным взглядом, окинув стену, нянька Фелицата покидала дом. Это уходила из него, его живая душа. Во время одной из репетиций спектаклей «Дальше тишина» Раневская написала пляту в тетрадке. «Собаку взяли, и у меня счастливый день». У него были кривые лапы, огромное брюхо и седой хвост. Как же она могла назвать этого страшненького лопоглазого уродца? Конечно же, мальчика. Это было единственное существо на свете, разделившее последнее одиночество Раневского. И делят его до сих пор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова